Идеальная пара Корчевникова живет в квартире не только с мамой. Фанаты Бориса Корчевникова не первый год задаются вопросом, почему ведущий все еще одинок. Летом шоумену исполнится 42, впрочем, в его жизни появился тот, кто составляет ему компанию холодными вечерами. Звезда сериала «Кодетство» признавался, что поселился с мамой в скромной московской квартире, в которой в прошлом он жил в гражданском браке с актрисой французского происхождения Анной Сесиль Свердловой, позднейшим Меномикал, что встречался с разными женщинами, но ни одна из них не сумела стать для него, то единственный, кому он был бы предан до конца дней. Покончить с одиночеством звезду заставил случай. Однажды он принес в дом уличного кота, питомец мгновенно стал популярен в сети. Каждое фото Корчевникова с домашним любимцем умиляет публику. «Борис, вы вместе отлично смотритесь, вы идеальная пара, два красавца, он такое чудо прелестный», – прокомментировали снимок пользователи. На днях российский телеведущий актер и журналист Борис Корчевников совершил необычный визит в подмосковный Сергий в посад. Он решил навестить и выразить поддержку Виктории, глухонемой женщине, водителю такси, которая стала жертвой нападения агрессивного мужчины. Этот инцидент вызвал широкий резонант и печаль в сердцах многих людей. «Я разыскал Вику, потому что, как у миллионов, наверное, людей, увидевших эти кадры, у меня сжало сердце и захотелось ее поддержать. А вышло, что встреча с семьей Вики стала и мне большой поддержкой и радостью», – рассказал Борис Корчевников на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Тогда мужчина, возмущенный тем, что женщина-водитель не отреагировала на его сигнал и решил применить насилие. В ходе встречи он узнал, что муж Вики, Андрей, также лишен слуха с детства, но научился говорить. У них трое детей – Лиза, Ника и Миша, которые очень добрые и светлые. Вика мечтает о четвертом ребенке, но Андрей пока размышляет над этим. Многодетная семья живет скромно, ежедневно решая бытовые и житейские вопросы, такие как ипотека и кредиты. Андрей занимается изготовлением мебели, а Вике приходится работать на такси и проезжать по 300-400 километров в день. Небольшой дом, в котором живет большая любовь, пускай в нем всегда будет мир, а с Вика теперь поддержкой всей страны заключил Корчевников. Он выразил уверенность в том, что теперь вся страна будет следить за ходом дела и наказанием мужчины, который смог поднять руку на того, кто слабее. Сейчас его временно поместили под стражу до 11 мая.